У меня зовут Елена Казак, я владелец бюро аренды Вечер. Давайте немножко о себе, потому что у меня здесь мало кто знает. На самом деле у меня 10-летний опыт в устроении карьеры в банковском бизнесе, в банковском консалтинге. И за это время я очень часто сталкивалась сама с проблемой сбора вечерних мероприятий. Не только я, но и мои подруги. Соответственно, ты тратишь очень много времени в поисках чего-то интересного, потому что ты всегда хочешь быть королевой, ты всегда будешь блистать. Ты тратишь много бюджета, и что самое обидное, что после этого, скорее всего, эти платья ты вряд ли надеешь еще. Есть люди, которые могут стилизовать это под другое какое-то мероприятие, но это, опять же, потребует у тебя гораздо большего времени. Есть сервис аренды, и существовали на этот момент, но, к сожалению, они направлены на определенную аудиторию. Аудитория очень благодарная, но немного другую. Соответственно, родилась идея сделать бюро аренды с качественным, ассортиментным, модным, актуальным, люксовым, при этом очень интеллектуальным и диджитальным. Поэтому, собственно говоря, я здесь, чтобы рассказать про бюро аренды вечера, которое на текущий момент находится на финальной стадии реализации, и уже осенью, в середине осени, откроет свои двери для всех гостей, и, я надеюсь, впоследствии друзей. В чем фишка, и в чем наши основные и ключевые особенности? Естественно, мы за осознанное потребление, мы за экологичность, понимая то, сколько времени и сколько человеческого труда тратится на производство того или иного вечернего изделия, потому что я сейчас говорю конкретно про вечерку. И что самое обидное, потом, к сожалению, это все частные, гардеробах и шкафах, нам бы очень хотелось как раз-таки пробудить эту особенность населения в сердцах девушек, для того, чтобы сделать возможность брать в аренды более модной, более актуальной, чтобы это стало трендом. Для того, чтобы это стало трендом, мы будем сотрудничать с очень известными инфлюенсами, у которых богатая аудитория, собственно говоря, чей посыл нам очень сильно откликается, для того, чтобы делать как раз-таки вот этот сервис аренды, пропагандировать и нести его в массы, чтобы люди не боялись, потому что на текущий момент, конечно, очень много стопоров есть у нас. Мы за актуальность и моду. Среди нашего ассортимента будут интересные и ключевые дизайнеры из Австралии и США, но в первую очередь мы хотели бы сделать ставку на наш российский рынок, на наших российских дизайнеров, для того, чтобы у них была площадка, в том числе, выставлять свои вечерние коллекции у нас. Особенность в особенности это для тех дизайнеров, которые в основном ориентируются на day-to-day моду и боятся, да, в силу там отсутствия возможной рентабельности, выпускать какие-то вечерние коллекции, собственно говоря, наш сервис и будет для них очень хорошей ставковой площадкой. С точки зрения цифровизации мы делаем очень современный сервис. Мы же открываемся в сферу диджитал, соответственно, это будет очень удобный сайт, который позволит клиентам, чего на текущий момент, к сожалению, в данной сфере нету, пройти весь путь аренды полностью, не приходя к нам в гости. К сожалению, но для многих это сейчас очень актуально, то есть они смогут и заказать вещи на примерку, и впоследствии арендовать, находясь у себя дома, либо в офисе, допустим. С точки зрения экспертности это будет бренд, который будет хлопорировать и сотрудничать с топ-стилистами для того, чтобы, опять же, населению, девушкам нашим дорогим было гораздо проще собрать себя на мероприятие. У них уже будут определенные блоки по добрыми топ-стилистами, на которые просто можно будет взять, задеть, взять удобные и подходящие топливы у себя в гардеробе и идти и близкаться. На самом деле очень хороший вопрос, почему сейчас, и почему на самом деле сейчас это актуально. Пандемии, честно, я хочу сказать спасибо, потому что пандемия за вот эти несколько месяцев, особенно карантин, она обострила в населении, в наших будущих клиентах и друзьях, очень важные, очень скрытые смыслы. Это осознанность, это те эмоции, это те ценности, которые на самом деле несет одежда. Что греха таить, многие из нас это забрали в гардероб во время карантина и поняли, что попросту в большей степени занимались накопительством. А это накопительство после того, как нас просто ежесекундно посадили дома, оно не принесло никакой пользы и вся прелесть в нем пропала. Конечно же, это спад покупательной способности. Я здесь говорю не только про то население, которое потеряло в доходах, а также про то население, которое в силу осознанности новых смыслов, оно подняло, что в принципе не стоит и не готово больше тратить такое количество денег на свои руки, на свои образы. Я опять же сейчас говорю про вечерние образы. И, конечно же, все соскучились по красоте. И когда, соответственно, я еще говорю не только про блогеров, в которых там не хватает контента для того, чтобы постить это и развивать себя в дальнейшем соцсетях. Я говорю о тех людях обычных, которые привыкли к треникам, к штанам, там за эти 2,5-3 месяца, и действительно очень хочется почувствовать себя вновь красивой и королевой, но не хватает, да, какого-то потребительного спроса, либо они не хотят больше вкладываться в покупку вечерней одежды, которая, к сожалению, будет на один раз ими надевана. Вот, в силу этого почему бы не прийти в аренду и не взять и в определенный вечер быть просто звездой. При том, что взять не какое-то обычное платье, а взять действительно ключевых вечерних дизайнеров хороших, не выходя из дома, получить этот сервис по-дому удобно. Ну и про мировые тенденции, как у нас, собственно говоря, растет, да, и винтаж у нас растет и сервисы аренды вообще по всему миру. Если в Европе он еще идет малыми ступенчатыми шажочками, то в США этот тренд вообще берет все пики популярности, и не только с точки зрения вечерней одежды, а также с точки зрения day-to-day одежды, это тренд runway, чья катализация и была большая уж после пандемии, она начала только расти. Для чего-то их отдают даже большие ритейлеры на текущий момент обустраивают у себя маленькие корнеры в Америке для того, чтобы население могло не только купить понравившееся какое-то изделие, но и попробовать взять в аренду. Таким образом они становятся адептами и несут вот как раз-таки эти смыслы созданности и возможность спокойно, безопасно взять что-то в аренду в массы и населению. И нам бы хотелось как раз-таки с бюро аренды вечером, мы за это будем топить, как говорится, для того, чтобы действительно население было готово, понимало, в чем плюсы большие таких сервисов, и нашего сервиса в частности. Собственно говоря, вот хотел бы, наверное, закончить словами Мэй Маск, чудесная совершенно женщина, которая виду как гения взрастила, но является очень интеллигентной, благородной, стильной дамой, что надевать вещи много и покупать постоянно что-то новое это очень хороший способ оставаться одновременно модным и сохранять здравый смысл потребления.